здравствуйте меня зовут дмитрий трофимов и вы находитесь на моем канале мы занимаемся вами чем мы занимаемся вами саморазвитием и сегодня будет у нас замечательная тема тема называется как чувствовать себя уверенно спокойно в определенных ситуациях ранее было видео где я говорил о том что вы заходите в какое-то помещение и в этом помещении вы делать определенные определенные техники и вам становится там спокойно и вы тоже чувствуете себя уверен это будет логическое продолжение этого видео ссылка только что на это видео появилось выше сегодня мы продолжим а именно я расскажу еще добавить техника которые вы можете применять в общественных местах например опять же не только когда вы находитесь в каком-то заведении но также и на улице может быть где-то на собеседовании может быть вы на конференции какой-нибудь неважно окей поехали я буду просто озвучивать пункты и буду их демонстрировать прямо здесь сейчас эти пункты вам нужно выполнять в комплексе но сначала вы постепенно это внедряете сначала один пункт внедрили технику почувствовали что у вас получилось потом 2 3 4 и когда у вас все получается вы это делаете старайтесь сделать одновременно либо по перемену первое что вы делаете вы распрямляете плечи но этого нужно делать правильно вам нужно лопатки отвести назад и плечи направите вниз на сделать движение плечами вниз то есть они не должны быть приподняты лопатки носим назад и плечи вниз запомните это если вы сделали правильно то первое ощущение у вас должно быть то включение что компьютер не ваши плечи расслабляются а расслабляется вам становится так чуточку лучше значит вы все делали правильно да еще раз смотрите плечи вниз или лопатки назад лопатки назад плечи вниз это пункт 1 пункт 2 вы выпрямляете спину давайте лопатки плечи вниз спина прямая не сгорбина а прямая третий пункт это ваш подбородок запомните не опускайте слишком часто либо постоянно подбородок ниже уровня горизонта такое положение неправильно старайтесь держать подбородок прямо и немножко можете тянутся макушкой к солнцу суть одна что ваш подбородок не ниже уровня горизонта опять же как это узнать что вы точно держите подбородок прям вы не видите что у вас происходит внизу как ваше тело да вот если вы чуть-чуть опускать его то увидите до захватываете периферийным зрением захватываете свое тело если вы приподнимаете подбородок и держите его на уровне горизонта чего у меня там внизу происходит я не вижу следующий пункт это ваше движение а именно что вы убираете все движения связанные закрепощением да опять же закрытые позы ваши какие-то там кулаки показываете руки у вас скрещены ноги у вас скрещены пальцы у вас скрещены я не знаю скрещено вас абсолютно все так делать не нужно опять же поддерживающие какие-то движения телом тоже делать не нужно никаких запомните никаких закрытых поз следующий пункт это замедление ваших движений чуть более плавное должно быть у вас движение то есть одно дело что вы убрали все закрытые позы но в то же самое время не нужно слишком быстро жестикулировать либо слишком быстро перемещаться все должно быть плавно и чуть-чуть замедленно чуть-чуть замедленно следующее не надо мельтешить на следующий пункт никаких мельтешений да вот мельтешение там что-то в этом постоянно чешите нож нож постоянно чешите нос опять же взяли там какую-то я не знаю что нибудь из зубочистки ломаете зубочистку постоянно рука у вас у лица я не знаю вы постоянно что-то делаете с собой постоянно у вас ноги там трясутся внизу под столом никаких мельтешений не должно быть следующий пункт я уже об этом говорил рука у лица убирайте все руки у лица не нужно вот такое постоянно делать периодично можно постоянно не нужно вот так не нужно постоянно делать вот так не нужно постоянно делать вот так не нужно постоянно делать убирайте все руки у ваших лиц и чужие в том числе следующее это медленная речь чуть замедляйте речь не нужно постоянно тараторить вы можете где-то ускориться это нормально когда вы хотите очень быстро важно какую-то информацию сказать эмоцию показать но потом вы замедляетесь не нужно постоянно говорить быстро может быть в некоторых важных ситуациях вы наоборот замедляетесь замедляйтесь следующий пункт это ваше тело да именно как вы общаетесь как взаимодействуйте с человеком периодично отклоняйтесь назад запомните это правило отклоняйтесь периодично назад когда вы хотите донести какую-то важную информацию наклонитесь вперед когда вы слушаете собеседника и хотите передать ему всем своим видом что вам это очень интересно наклонитесь вперед но периодично также отклоняйтесь назад и помните да на уровне горизонта медленные движения не нужно слишком сильно торопиться но и другие правила которые я вам уже озвучил следующее правило захватывайте больше пространства посмотрите на мои руки я не сижу вот так и они сижу вот так я сижу и захватываю больше пространства если это стол я сижу захватываю больше пространства далее смотрите когда я отклоняюсь назад я могу позволить себе положить руку я могу позволить себе положить две руки если мне удобно да это очень важное правило мне должно быть удобно если у меня есть какие-то предметы да вот например это чехол от камеры это телефон я могу положить чехол от камеры чуть дальше от себя не надо мне у здесь я положил чуть дальше если у меня есть какие-то еще предметы которые я могу распространить вокруг себя я это обязательно сделаю. Правило называется захватывайте больше пространства. Когда вы захватываете больше пространства, у вас тоже появляется больше уверенности. Это уже ваша территория. И на этом техники закончились. Самое главное. Подводные камни. Первое. Не старайтесь выполнять все сразу. Начните с первой техники, доведите ее до совершенства, потом подключайте вторую, потом третью, четвертую. И потом, когда вы точно знаете, что все можете уже включить, вы включаете, стараетесь включать попеременно, либо одновременно. Следующий подводный камень. Люди, которые находятся с вами и которые привыкли к другому вашему поведению, могут вам мешать. Не сдавайтесь. Продолжайте делать то, что вы задумали. Применяйте эти техники. Как они могут вам мешать? Они могут вас обстебать, сказать, что это? Ты стал так медленно двигаться? Ты что, бухаешь? Или что? Ты может быть синдром Альцгеймера подхватил? И может быть какой-то другой стек? Не важно. Продолжайте делать то, что вы делаете, и они к вам привыкнут. Третье. Это ваше внутреннее состояние, которое вам говорит, что это неестественно. Как-то вы чувствуете себя не очень, неудобно как-то, да? Ничего страшного. Продолжайте делать, и постепенно вы привыкнете. Ну и самое главное. Четвертое. Для чего вы это делаете? Для своего комфортного состояния. Когда вы научитесь это все делать и будете включать в общественных местах, вы почувствуете тот самый кайф. Значит, вы все делаете правильно. Это действительно тогда для вас работает. Именно для этого вы выполняете все техники. Именно для этого я вам выдаю эти техники, чтобы вы жили в кайф. И на сегодня все. Надеюсь, мои техники вам пригодились. Я надеюсь. Поэтому можете написать в комментариях, где вы применяете эти техники, или можете просто поблагодарить меня и сказать спасибо, Дима. Я обязательно буду это применять. Ну и ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Это очень важно для меня, потому что я еще больше буду выдавать вам классного контента. Ну и на сегодня все. Хорошего настроения и больше кайфушечек в жизни и уверенности в себе. Пока-пока. Ребята, не верьте тем, кто говорит, что техники, которые я вам даю, они неестественны. Это не вы. Вы не настоящие. На самом деле вы настоящие, когда включаете эти техники. Вы находитесь в состоянии комфорта, спокойствия. И когда вы находитесь в состоянии спокойствия, вы являетесь тем, кем вы являетесь. Опять же, да, задайте себе вопрос, что для вас важнее? Быть в тревоге? Постоянно быть в тревоге? Либо применять мои техники и быть в состоянии спокойствия? Что для вас важнее? Ну и тогда сразу все станет на места. И вы не будете слушать этих хейтеров, которые говорят, что это неестественно. Ребята, занимайте больше пространства. Ну давайте я приведу пример. Чем больше пространства вы занимаете, тем лучше.